Очередное заседание городского совета депутатов началось с поздравления. Глава муниципального образования Сестройско-городское поселение Владимир Иванов вручил букет цветов Юлии Столировой. 4 июня текущего года Юлия Викторовна вступает в должность исполняющего обязанности главы администрации муниципального образования Сестройско-городское поселение, которое будет исполнять до сентября 2019 года. Ирина Викторовна написала заявление об отпуск на период до 3 июня включительной по окончании выхода. По собственному желанию просила расторгнуть контракт. Она возвращается обратно в школу. Сейчас у нас реформа в сфере образования намечается какая? Именно как раз у нас Сестройско-городское поселение выступает как пилотный проект. У нас сейчас будут объединяться детские сады и школы. Работа, требующая внимания и определенного опыта, как раз в случае, как в нашем, возникла производственная необходимость, чтобы там возглавить тоже знающий человек. С Еленой Викторовной, когда разговоры были проведены, то она, конечно, извела желание вернуться в родную школу и как раз эту работу возглавить. Тоже направление достаточно важное и необходимое. Юлию Викторовну тоже мы попросили вернуться в Сестройско-городское поселение. Откровенно говорю, на самом-то деле я не хотел ее и отпускать. Но, опять же, производственная необходимость. Сестройско-городское поселение, моногород, требующий тоже определенного внимания. Здесь человек должен быть знающий, имеющий определенный опыт, как работает. Поэтому Юлия Викторовна тоже приняла решение, согласие. Несколько решений, принятых депутатами на прошедшем заседании, касались благоустройства городских территорий. Жители двух подъездов дома номер 26 по улице Петрозаводской обратились в Совет депутатов с просьбой оборудовать дополнительный проход к автостоянке, расположенной во дворе. После обсуждения народные избранники решили поручить председателю ЖК коммунальной комиссии Алексею Курешову вместе с сотрудниками отдела ЖКХ администрации выехать на место, где определить, есть ли возможность удовлетворить данное обращение. Улица Петрозаводская не единственный адрес, куда в ближайшее время планирует выезжать рабочая группа. Жительница улицы Солнечная пожаловалась на подтопление своего приусадебного участка. Ручей Матроны, который является единственной артерией водоотведения природных отсадков от дома в реку Сязь, перестал справляться с объемом воды. Депутаты предположили, что причин возникновения этого факта может быть несколько, как естественного, так и искусственного характера. Поэтому выяснить это и принять решение планируется прямо на месте. В своем обращении пенсионеры, имеющие собственные участки, просили городские власти решить вопрос с организацией дополнительных торговых мест, на которых можно было бы реализовывать продукцию со своих дач. Исполняющая обязанности главы администрации Юлия Столярова предложила депутатам вместе подумать над этим предложением. И если есть необходимость, то оборудовать в городе дополнительные торговые ряды.